Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это видео для самых-самых новичков. Для тех, кто только подумывает заняться лепкой из полимерной глины, еще не знает, понравится ли им это, получится ли. И в этом мастер-классе я научу вас делать самые простые тортики. Для работы нам понадобится всего лишь два любых цвета. Я выберу белый и сиреневый. Но эти цвета можно заменить на любые другие и комбинировать по-разному. Голубой, розовый, салатовый. Эти милые тортики будут хорошо смотреться в любой цветовой гамме. Также в работе я использую скалку, нож, чтобы отрезать кусочки пластики, круглую формочку, инструменты для сборки, когда я уже буду собирать готовые изделия, и фурнитура для этих самых изделий. Начинаю я с того, что хорошенечко подготавливаю полимерную глину к работе. Поочередно хорошо разминаю белую и сиреневую пластику. Если вы работаете с несколькими цветами полимерной глины, работу всегда начинайте с более светлого. Я разминаю белую пластику в ровный блинчик и хорошенечко раскатываю его скалкой, чтобы толщина пласта получилась примерно 3-4 мм. Формочкой вырезаю два кружка, убираю остатки пластики, подцепляя ножом кружки, потому что они немножко прилипли к рабочей поверхности, и кладу их в сторону. Теперь беру сиреневую пластику, также разминаю ее в блинчик, кладу на рабочую поверхность и хорошенечко раскатываю скалкой, чтобы ее толщина, так же как в белом цвете, была равна 3-4 мм. Вырезаю два кружка, убираю лишнюю пластику, и теперь нужно сложить сиреневые и белые кружки в чередующемся порядке. Первым я кладу сиреневый, потом белый, сверху белого опять сиреневый, и сверху будет белый цвет. Постарайтесь складывать их друг на друга как можно более ровно. Все равно край сбоку получился, ну не сказать, что ровный, поэтому я хочу его закрыть сиреневым цветом. Я беру кусочек сиреневой пластики, разминаю в тонкий длинный блинчик и хорошенечко раскатываю скалкой, чтобы он стал ровный. Кладу этот ровный блинчик на поверхность и ставлю наши полосатые кружки торцом на этот блинчик. По высоте кружков, по толщине этих кружков, я отрезаю полосочку и этой полосочкой оборачиваю тортик. И немножечко прижимаю эту полосочку, чтобы она стала более ровно, более плотно прилегать к этим кружкам. После работы с яркими цветами, с такими, как, например, этот сиреневый, нужно протирать руки влажными салфетками. Так вы уберете остатки цвета с рук и сможете работать с более светлыми цветами. Я беру белую пластику, раскатываю тонкую длинную колбаску и вслед за ней точно такую же тонкую длинную сиреневую колбаску. Их толщины постарайтесь сделать одинаковыми. И перекручиваю эти две колбаски между собой в плотный жгутик. И этим жгутиком я окантовываю край тортика, то есть прикрепляю его по самому краю наших кружков, по верхней их части. Немного прижимаю, чтобы жгутик прилипал к поверхности. И настало время разрезать тортик на восемь одинаковых частей. Сначала я режу торт пополам, потом каждый из этих кусочков пополам, и затем каждую четвертинку еще раз пополам. И у меня получается восемь одинаковых кусочков. И я хочу еще немножечко украсить эти кусочки тортика. Я катаю сиреневую колбаску, делю ее на восемь равных частей, на восемь небольших частей. И с каждой этой части я катаю маленький ровненький шарик и ставлю этот шарик сразу сверху на тортик. Немножечко его прижимаю, чтобы шарик хорошенечко прилип к кусочку. При запекании он прилипнет к кусочку окончательно. Таким образом нужно украсить абсолютно все кусочки тортиков. Перед запеканием я вставляю металлические штифты. Это такая палочка с колечком. За это колечко впоследствии можно будет прикреплять тортики к сережкам, к брелочкам, кулончикам или каким-то другим деталям. Аккуратно вставляю штифты по самому центру кусочка сзади. И сразу ставлю кусочки на противень для дальнейшего запекания. Ставлю противень в духовку и запекаю 30 минут при температуре 110 градусов. Я достаю тортики из духовки. Но, к сожалению, металлические штифты не припекаются к полимерной глине. Поэтому их нужно будет достать и вклеить. Для вклеивания мне нравится суперклей на основе цианакрилата. Можно использовать обычный клей Момент или любой другой клей, суперклей. Либо я использую специальный клей для склейки бижутерии. Я достаю штифт, макаю его в тюбик с клеем, убеждаюсь, что клей на штифт попал и вставляю штифт обратно. Если клей на штифт не попадет, то штифт также может вылететь впоследствии. Будьте очень осторожны, потому что такие клеи, если попадут на руки, то будет очень неприятное ощущение. Но зато они очень мощно держат. В общем-то, тортики уже готовы. И их можно будет собрать в украшении. Я хочу придать им немножко декоративности при помощи глянцевого лака. Я использую глянцевый лак и недорогую кисточку пони. Макаю кисточку в лак и наношу сверху и сбоку тортика. Таким образом покрываю абсолютно все кусочки тортика. И после этого некоторое время, минут 15 нужно подождать, когда же лак высохнет. Обратите внимание, что такие лаки окончательно высыхают только через сутки. То есть первые сутки ни в коем случае нельзя это изделие мочить, как-то сильно теребить или пытаться поковырять этот лак. Естественно, можно и будет повредить покрытие. Поэтому выдержите хотя бы сутки, прежде чем что-то с этим изделием такое делать. А теперь уже точно осталась лишь сборка. Первыми я делаю сережки. Крепления для сережек называются швензы. Я отодвигаю немножечко при помощи плоскогубцев петлю на швензе. Вешаю деталь тортик и закрываю петлю обратно. Первая сережка готова. Вторая делается абсолютно точно так же. И у нас уже готова целая новая пара сережек. И еще я хочу сделать такой милый брелочек. Колечко на основе для брелочка попалось очень тугое. Поэтому я раскрываю его при помощи двух инструментов. Плоскогубцев и круглогубцев. И точно так же вешаю деталь, кусочек тортика и закрываю это колечко. Милые, нарядные, декоративные украшения готовы. И что самое главное, сделать их не так уж и сложно. И их изготовление не займет у вас очень много времени. Даже если вы только-только начинаете лепить. Лепка из полимерной глины это очень увлекательное хобби. Очень интересное занятие. В нем можно проявить свои творческие способности, развить мелкую моторику. И конечно же можно обрадовать всех своих близких, да и себя в том числе, замечательными подарками. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Если у вас есть вопросы, задавайте. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. До новой встречи!